В Самарской области расцвело ноу-хау мошенников – отмывание денег через гранты. К этому привело то, что чиновники зачастую ограничиваются проверкой предоставленных документов и не выезжают на места, чтобы убедиться в целевом расходовании бюджетных средств. Особенно отличилось Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Отчасти комичные случаи, когда под видом разведения скота, фактически скот привозился из другого региона, или там показывали, что построили серьезный комплекс, а приезжаем туда, там фактически все это из войны разбито. Сейчас более жестко к этому подход осуществляется со стороны руководства Министерства. В регионе вдвое вырос объем изъятия контрафактного алкоголя. За прошлый год только сотрудниками полиции ликвидировано 7 подпольных цехов. Изъято более 29 тысяч декалитров контрафакта. После внедрения Единой государственной автоматизированной информационной системы учета сотрудники Министерства экономического развития и Управления экономической безопасности вместе пойдут с проверками по точкам общепита. Есть ли продажа вне системы ЕГЭИС? Но в том числе и из-под полы. Там же вариантов очень много. Я буду в одну бутылку, у которой будет нормальная марка, заливать ли этот левый алкоголь? Или как вы докажете, что это алкоголь, если наразлив, допустим? Полицейские продолжают выявлять организованные группы, которые занимаются кражей нефтепродуктов. По фактам организации подпольных казино за минувший год возбуждено 54 уголовных дела. Но по подсчетам силовиков, вложения в нелегальный бизнес окупают себя за неделю. Поэтому работы меньше не становится. Сотрудники Управления экономической безопасности вскрыли более десятка фактов кражи средств, выделенных на ремонт домов в старом центре Самары. Вместо того, чтобы поменять крышу, ничего никто не менял. Просто воровались деньги, выписывались соответствующие документы, подписывались акты выполненных работ. Разные коммерческие структуры. А сумма большие там? Ну, свыше миллиона. В работе Управления сейчас находится шесть уголовных дел, возбужденных по фактам хищения на оборонных предприятиях региона. Продолжение следует...